Добрый день, уважаемые любители шахмат. Как вы знаете, команда Армянские Орлы была забанена, а также пожизненно был забанен Тигран Петросян. Ну и давайте разберемся, почему это случилось. Для этого я использовал, опять-таки, программу PGN Spy, и я провел два расследования. И результат мы видим, что в Stockfish показывает до Петросяна в принципе цифры вполне нормальные, еще 16, 9 и 3. Но если мы используем вместо Stockfish комода 13,2, то здесь мы увидим дикие цифры 9,3,2. Если честно, это, конечно, замечательно, учитывая то, что число 9, это что-то невероятное. Почему именно комода 13? Дело в том, что многие, наверное, не знают, но на Часкоме оно встроено. Во время партии вы можете, если у вас премиум аккаунт, включить оценку и также линии. И тут, кроме Stockfish, вы как раз можете выбрать комода и поставить пределы этого движка. Ну, как примеры показываю сейчас, партия играется. И в принципе, это очень удобная утилита для тех, кто хочет подсмотреть, какой сильнейший ход. Ну, давайте теперь проделаем все подобные манипуляции с партиями Петросяна. И будем начинать с позиции, которая возникала после дебюта. Итак, первая партия. Здесь просто будем сравнивать с показаниями комода 13 встроенного. Как видим, это Rapid. Есть время подумать, посмотреть, чтобы оценка зашла глубже, чем 16. Может дойти до 18. Ну, в принципе, если вы сейчас внимательно смотрите на хода первой партии, это партия с Домингешем, то здесь эти хода попадают куда надо. Видим, F5. Она подумала, сделала этот ход. Дальше F5 тоже попадает. Вот здесь, она очень быстро G6 показала, но передумала и слон H3, который также попадает. Тут она подумала. Тоже G6 предлагает, но F2 в итоге. Хладя F7, Хладя F1, первая линия, размен. Дальше F2, нападая на D4. Ну, в принципе, насчет этой партии, этот отрезок партии также показывает исток фиш. Ну, и после этого F7 размен. И дальше, на самом деле, партия после того, как пешка на А5 потерялась, не совсем интересно, потому что тут уже фактически граница данного интервала. Ну, давайте посмотрим, что показывает программа в итоге. Ну, там была еще сделана ошибка. Даже несколько ошибок. Ну, если мы смотрим точность партии, то 9,7,4. Это фантастические результаты. Партия с каруаной. Поступим точно таким же образом. Мы выключим движок и тут включим. И вот после дебюта будем сравнивать хода. Здесь фактически всего один ход, который не является попаданием. И не совсем он понятен. Это ход H4. Потому что все остальные хода попадают в три линии на данной глубине. И давайте дойдем до этого момента. Просто двигаю не очень быстро. Специально, чтобы вы обращали внимание на то, что показывает встроенный в часком движок. Вот в этой позиции. На счет этого хода, войдя до 8, он тоже попадает. И здесь ход ферзь Е2, которому я удивлялся. Когда смотрел стокфиш, он тоже попадает. Ну, вот единственный ход, это H4. Вот единственное исключение. Здесь небольшой обвал оценки происходит. То есть этот ход не попадает. И заговорить про то, что там ход короля всем проигранный. Но я в том видео все разбирал. Найти выигрыш сложно, по самом деле. Ну и дальше все хода, опять-таки, попадающие в три линии. Иногда по первой линии очень четко. И вот дальше окончание выигрывается. По поводу партии с Джеффри Шонгом. Особо говорить нечего. Потому что открытая позиция. В открытых позициях оба движка работают примерно одинаково. Потому что здесь фигурная грань. А то каких-то тонкостей относительно пешечной структуры. То есть если говорить про эту партию, то реально в ней странный ход черных один. Это ферзь А3 вместо хода. Ферзь А2 после чего выпускается победа. И если говорить про эти две партии, то с Коруаной. Одна ошибка была Король H7. И несколько неточностей видим. Против Шонга. Вообще партия. В которой ошибки отсутствуют. Ну, ноль ошибок. Замечательная партия. И теперь поговорим о последнем туре. Та самая партия, после которой случился скандал. И СО начал обвинять Петросяна. Петросян начал защищаться агрессивным образом. Мы начнем с этой позиции. Потому что, в принципе, предыдущие хода были более-менее адекватны. Ход в АДАЦ 1 достаточно странный. Движок его оценивает. И дальше всего на H3. Тоже такой плановый человеческий ход. И дальше, если рассматриваться Стоквишем. Стоквиш показывает совсем другие хода. Но Комода, он делает более человеческие. То есть сейчас G4. После этого G5. Вот если я удивлялся тем ходам, что предлагает. Ну, Слон G2. Вот Комода предлагает. И после этого Комода также предлагает Слон G3. Конь G4. После этого удар. Ну, в принципе, все хода, они попадают. Три линии. Давайте дойдем до интересного момента. Когда вроде бы белые ошиблись. Если следовать глубокому анализу. Кстати, обратите внимание, что в этой позиции ферзя именно сюда надо поставить. И вот тут, конечно же, оно покажет все равно ход. Король H1. Не совсем понятный. Ф5. Размен. И размен на F6. И вот тут, если следовать поставлениям Стоквиша, то оно показывает, что... Хоть D6 ошибочный ход. Но видим, что Комода показывает, что этот ход нормальный. Он попадает в три линии. После чего... Ну, идет победа. То есть, это единственный ход, который был странным на протяжении разбора всей партии за Стоквиш. Но когда мы берем 13-й Комода, то все становится понятным. И эта партия показывает нам следующие цифры. То есть, опять-таки, у белых было 0 ошибок. Всего 4 хода, где оценка падала от 0.1 до 0.25 пешки. Вот, замечательная вещь. Ну, я прошел, конечно же, дальше. И я проверил серию выступлений Петросяна, как в партиях в классику. Вернее, в живые шахматы, Рапид и прочие с лиги другие. Сделал следующий вывод. Обратите внимание на статистику Стоквиш. Она не такая уж и впечатляющая, если сравнивать ее с обычными замерами. Но, смотрите. Дальше я провел анализ полуфинала. Он показал 17-9-1. Даже если мы возьмем то, что, возможно, в этих партиях полуфинала не зашло, а в партиях финала зашло, то средний результат по 8 партиям будет следующий. 13-6-2. Он тоже крайне высокий. И, учитывая количество позиций, повторить его крайне сложно. Далее я взял выступление Петросяна на чемпионатах мира. Лучшее выступление в 2015 году. 17, почти 7 и меньше, чем полтора. Ну, то есть, в этот момент он, безусловно, находился в хорошей форме. Но все равно мы видим 17-17 и 6. Никак не сравнимо с 9 и 3. Ну, и если мы смотрим 17-18 и 19-й год, то цифры находятся в интервале от 19 до 21, 8,5-9,5 и 2,1-3. Так что, как бы, эти ошибки есть. Если мы дальше возьмем про Часлигу, то увидим подобные цифры. Единственное исключение, оно меня немного удивило, турнир от 13 января, где показаны цифры 10, 5 и 1. Поэтому я специально посмотрел партии. Я очень удивился, потому что он 2 из 4 партий проиграл. Ну, здесь следуют такие сначала типичные идеи в Метальшпиле. Причем, нельзя сказать, что какая-то жесткая тактика применяется. Потом обе партии характерны тем, что окончание возникает, где у него хуже, и он дважды спасает партии. Так что здесь, наверное, проблема в том, что эти партии длинные достаточно. И когда длинные и простые позиции, то ошибиться достаточно сложно. И за счет этого точность возрастает. Я взял одну партию, и точно такая же другая. Давайте тоже очень быстро покажу. Так все, наверное, просто покажу. Ну, ход борьбы какой? Метальшпильная позиция, но нельзя сказать, что что-то сильно нестандартное. Затем у Петросяна хуже. Затем идет переход в Эншпиль. После чего он спасает. Это касается и данной партии тоже. В результате получается ничья. Против Личао ему не удалось спасти. Хотя тоже было очень долгое время. Ну, здесь можно просто дальше партию не продолжать, потому что симметричная позиция, и очень долго он будет играть хорошо. Ошибиться достаточно сложно. И последняя партия. Тут партии особо и не было, потому что он зевнул в один ход. То есть, сложные позиции на выходе из дебюта допускает вот такой вот замечательный зевок, и выигрывает. Так что, ну как, этой программой нужно, конечно, пользоваться с умом. Когда вы увидите такие цифры, то они могут быть адекватными, потому что много было сделано ходов. Ну и вообще, обратите внимание, 187 ходов за 4 партии. И если сравнить с другими турнирами, то это слишком много. Когда в некоторых есть 83, то есть на количество неопределившихся позиций нужно рассматривать. Но, тем не менее, если сравнить просто эти цифры с чем угодно, то они никуда не вылазят. Как говорится, даже про сову и глобусы можно молчать. И даже если по 8 партиям, то эти цифры тоже слишком фантастические, чтобы в них поверить. Так что делаем вывод. Даже по этим 4 партиям Часком вполне мог забанить. Насколько заслуженный бан. 127 позиций, 4 партии. Это достаточно весомый аргумент. Учитывая то, что точность в других турнирах совершенно на другом уровне. Когда мы видим 9, 9 и 3, эти две цифры просто какие-то фантастические. На этом все. Спасибо за внимание. Надеюсь, я вам в этот раз более хорошо объяснил, почему все-таки его забанили. Насколько бан справедливый, напишите в комментариях. До новых встреч.